всем привет вы на моем канале о вязании с вами виктория сегодня я хочу рассказать вам о своих процессах готовых работах которых всего одна но она все равно есть я и очень довольна и рассказать о своих немножко планах так давайте начнем наверное о готов с готовой работы да это вот этот свитер который я вязала дочери так здесь у нас низ немножко поднят сзади низ немножко опущен рукава обычные длинные горло кетлевка и обычная резинка закрытие иглой здесь тоже самое обычная резинка эластичное закрытие низ вот такие вот разрезики с пола резинка здесь и закрытие иглой ой эластичное закрытие извините абсолютно простой свитер реглан сверху ничего особенного вот такой рисуночек видите просто изнаночные дорожки мне он очень понравился на ребенке сидит неплохо постараюсь ставить фотографии как это она уже его одевала в школу всем понравилось замечательная мне кажется работа получилась пряжу которую я использовала так 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 девочки это газал бэби вул сразу скажу нету под рукой газал бэби вул получается на шестьдесят четвертый размер это шестьдесят четвертый размер у меня ушло пять с половиной моточков то есть ну даже больше шесть триста грамм где-то вот здесь вот взвесить точно не могу но около трехсот грамм вот прибавляла кому будет интересно значит прибавляла по телу каждом так девочки если не ошибаюсь каждом втором ряду а по рукаву в каждом четвертом по моему так если я не ошибаюсь отличная кофта получилась просто замечательная мне она очень нравится и пряжа я ее всем рекомендую кто любит или умеет вязать на тонких спицах это ваш вариант пряжа не колется ребенок сегодня сходила в школу пришла говорит мама она вообще не колется единственное что вот она там под вспотела прям ну как видимо бегали они там и чуть-чуть начала вот ну как бы неприятные чуть ощущения но как только тело остыла все эти ощущения все прошли ребенок в восторге для меня это самое главное я я бы с удовольствием наверное себе такой свитерок связала потому что полотно эластичная мягкая его можно стирать в машинке я его стирала в машинке причем я его постирала сначала на режиме шерсть мне не понравилось я не знаю почему вот девочки скажите мне у вас также когда стираю на режиме шерсти видимо там воды поднимается больше чем необходимо но в смысле набирается больше чем обычная стирка и вот то что прилипает к барабану при обычной стирке и не вымывается она все вымываться начинает когда начинает режим шерсти или деликатная стирка и это все естественно на шерстенных изделиях вся эта гадость машинка новая мы ее купили месяц назад буквально потому что та у нас сломалась и все равно такой же эффект я прям достаю вещь и понимаю что к ней что-то прилипло как какие-то хлопья такие кто мне скажет про жесткую воду нет девочки у нас очень мягкая вода мы пьем с под крана моемся то есть это не то это вот именно какая-то грязь с вещей которые стираются при обычной стирке поэтому я постирала при обычной стирке детской причем серьезно на 800 оборотов и абсолютно полотно с ним абсолютно ничего не стал вот замечательно не вытянулась не растянулась но ничего так еще по поводу низа это все танцы с бубном с укороченными рядами я думаю тут и так все понятно это все укороченные ряды вот это моя одна готовая работа ну я за количеством готовых работ не гонюсь поэтому меня все устраивает одно вполне достаточно тем более таких тонких спицах фух я можно сказать выдохнула следующая моя мой процесс моя работа но она конечно еще не готова но я ее вижу я еще нигде не показывала я вижу второй день нет сегодня уже третий день но я сегодня взял совсем чуть-чуть я вижу я вам сейчас покажу из пряжи вот такой вот ализе ангора ой ализе да ангора реал 40 такой вот плюс плюс это получается по составу 60 процентов акрила 40 процентов шерсти и 100 грамм 225 метров она толстая вот прям толстая но крайне для меня я вижу на пятерки хотя я так думаю что если плотность вязания у девочек больше то ее можно на 6 и на 6 половиной вязать спокойно я вижу вот такой свитер сыну обычный белый здесь ровно два матка вывязано ровно два матка вот я у меня целая упаковка я не знаю хватит ли мне или нет я буду стараться чтобы хватило но пока не знаю это будет свитер с воротом как водолазка здесь будет кетлевка от кетлевки потом я довезу вверх ворот обычный реглан на две петли и все лицевая гладь без всяких заморочек внизу будет резинка 5 сантиметров и длинные рукава он такой пушистый пушистенький вот прям пушистый пушистый то есть прям вот очень пушистый чувствуется акрил сразу хочу сказать и и знаете вот он не колется но вот этот вот открыл он дает жесткость после стилки образец стал немножко помягче но не сильно не сильно прям мягкий но стал немножко помягче поэтому но мне кажется что в принципе сын сказал что у него не колется ему нормально носить можно довезу посмотрим вижу очень активно потому что хочу быстро связать у меня на сына еще один план я хочу связать еще одну кофту а может две чтобы он с собой забрал на учебу в китае он приехал на каникулах поэтому вот пока он здесь хочу все это дело связать и отдать ему поэтому вижу так и еще один процесс который я вижу для себя тоже достаточно активно так сейчас покажу это вот такой вот пол вверх ну и либо футболка не знаю это наверно будет футболка бета дам шуковод короткий вот такой ажурной регланной линии такая вот ворот вот такой вот то есть это кетлевка плюс просто провязанные ряды и они закручиваются все больше ничего но связала уже до подрезков это пряжа девочки скажу вот она лежит швей торг анастасия ай-яй-яй-яй так швей торг анастасия кто не знает это 50 процентов мериносовая шерсть 25 хлопок 25 шелк и 50 грамм 175 метров вот в упаковке и 10 штук то есть 500 грамм принципе на футболку должно мне хватить вот это мой еще один такой активный процесс я его вижу не так конечно быстро как свитер сыну но в любом случае это не долговязь он у меня двигается дальше что бы я вам хотела еще рассказать это все по вязанию еще хотела бы вам рассказать я вступила в проект совместный проект с девочками он называется ликвидация его начали две девочки это анна полозняк если я правильно канал назвала извините есть неправильно и галина нас там уже такая приличная группка мы будем извязывать свои остаточки но я думаю что вы все знаете что я не вступаю в проекты потому что я не люблю когда меня ограничивают ограничивают во времени ограничивают в сроках ограничивают в том что я должна вязать мне это очень не нравится поэтому я чаще всего не вступаю ни в какие проекты но этот проект мне понравился своими условиями там не нужно никуда торопиться там нет никаких ограничений мы вяжем не на скорость мы вяжем для удовольствия мы вяжем для того чтобы наши запасики немножко истощились потому что я так понимаю что у некоторых они ого-го да и у меня у самой тоже ого-го и что меня больше всего привлекло то что я например не могу снять видео о своих запасах в силу того что во первых они у меня лежат везде и это надо перерыв пол дома чтобы все это собрать в одну кучку а во вторых у меня маленький ребенок и у меня просто вот именно на эти вещи не точно не хватит времени хотя я уже говорил что я не буду говорить что мне не хватает времени но я пока соберу все в кучку ребенок уже проснется вот сейчас вот он спит на балконе гуляет так сказать при открытой форточке свежим воздухом дышать ему очень нравится там спать и я могу снять в тишине в покое меня никто не дергает но если я начну собирать всю пряжу для видео о запасах я боюсь что я еще не успею даже приступить к съемкам у меня уже ребенок проснется поэтому меня вот это подкупило я сняла видео или сниму посмотрим о тех запасах которые я непосредственно буду вводить в этой спе то есть во первых свои остатки ну долговязы которые у меня здесь ну естественно какая-то новая пряжа из которые я буду точно вязать прям вот сто процентов у меня есть на нее уже какие-то проекты задумки в голове и я очень хочу их реализовать поэтому вот этим условием меня этот совместный проект подкупил и я решила в нем поучаствовать я думаю что будет интересно я оставлю ссылочку на этот совместный проект кто захочет пожалуйста переходите смотрите девочек много у всех я думаю будут замечательные работы и будет что смотреть нам с на ютубе так это что по поводу вязание всем привет девочки сегодня у нас уже среда я продолжаю свой недельный влог у меня появилась возможность снять в светлой комнате потому что понедельник я снимала в другой комнате и расскажу почему меня буквально выселили с моего рабочего места у меня теперь нет ни стола где можно было снять руки в кадре не место где можно было бы сняться лицом в кадре да чтобы вам показать почему так все произошло кто не знает у меня трое детей и старший сын ему уже 18 лет вот феврале будет буквально через месяц даже меньше он учится в китае и он приезжает два раза в год по месяцу где-то на каникулы и когда он приезжает он меня выстеляет отовсюду то есть у меня нет теперь места где снимать руки потому что он забрал стол у меня нет комнаты где можно было снять светлое время суток да и который сама по себе светлая потому что она у нас единственная светлая комната все остальные комнаты они не солнечные и там снимается даже если включишь 1500 ламп сами понимаете что дневной свет ничего не заменит поэтому это очень-очень тяжело я как-то попыталась понедельник снять но как получилось вот поэтому рассказываю почему так сегодня муж забрал сына на работу и я аллилуйя я могу снять светлой комнате поэтому сегодня я снимаю эту часть недельного влога именно тут так что у меня произошло за эти буквально два дня это получается вторник и сегодняшнее утро и что я связала я в основном вижу только один проект я вам сейчас его покажу на каком он стадии это вот этот вот свитер сыну он вот один рукав уже связано это мне убавки я всегда так отмечаю а потом начинаю вязать на этом рукаве я получается снимаю перевешиваю туда и так я вижу какие прибавки где я сделала я ничего не записываю никогда я думаю что уже поняли здесь у меня эластичное закрытие но клубочек не оторвала хочу чтобы он померил вдруг длинновато будет вот предполагаю что мне не хватит обычный реглан сверху две петли в реглане ворот точно на ворот не хватит потому что смотрите у меня остался от полного мотка на рукав вот такой кусочек я не знаю сколько здесь грамм и у меня еще два полных мотка а мне еще надо связать второй рукав это значит что один моток уйдет и останется чуть-чуть и довязать 23 сантиметра сюда длины еще я его активно вяжу потому что хочу его закончить чтобы сын померил и точно было что ему вести с собой так вчера я ничего не снимала почему ну мало того что места не было хотя в принципе я могу выгнать сына и сказать дай маме место поснимать да он прекрасно к этому относится наверное бы отнесся учитывая его юношеский максимализм и еще пока подростковые тараканы в голове но и тем не менее но мы вчера с ребенком были в поликлинике и это филиалада на земле я думаю что все это проходили и все это знают потому что мало того что у нас снега столько что просто его расчистили но соорудили такие горы с них можно на ватрушках кататься причем это знаете как в мультике смешарики будут вот так вот мы будем кататься и так весь город у нас снег не вывозится припарковаться просто около детской поликлиники негде нам надо прививку поставить надо было естественно я пока колесила вокруг этой поликлиники я вся изнервничалась потом наконец-то я куда-то там поставила машину пришла в поликлинику зашли к педиатру это как-то все еще более-менее быстро но когда мы подошли к прививочному кабинету я думаю что мамочки все знают там просто людей было немерено и это же еще не быстро кто-то с маленькими детьми кто-то с более взрослыми кто-то кричит кто-то пищит у кого-то манту у у кого-то бцж у кого-то какие-то другие прививки и вот эти врачи они с кабинета в кабинет бегают потому что манта делается в одном кабинете остальные прививки делаются в другом кабинете и вот она из одного кабинета бежит другой кабинет чтобы какому-то ребенку сделать это какой-то ужас мой ребенок бедный аж затих от такого количества звуков людей и все это суеты я сама подустала аж поэтому домой мы приехали уехали в час приехали в пять часов и естественно там же повязать я не могу потому что у меня на руках ребенок мне было прям жалко этого времени вот мне просто было жалко этого времени но ничего не поделаешь прививки делать надо от этого никуда не уйти и по-другому вообще никак вот я наверное вчера вам рассказывала да что я вступила или позавчера что я вступила в совместный проект ликвидация но я тут подумала есть я буду снимать влоги и я буду снимать потом отчетные проекты раз в неделю по совместному проекту да отчетное видео вернее извините по совместному проекту то это будет дублирование одних и тех же процессов это будет не очень интересно да и мне не не захочется два раза говорить одно и то же зачем поэтому я так подумала и решила что наверное в ликвидации я буду показывать то что я буду вязать из той пряжи которую я там показала а недельный влог будет разбавлен еще и теми процессами пряжу которых я не показывала в старте на совместный проект я думаю что я все смогу я все успею но по крайней мере я буду очень стараться чтобы у меня все получилось я не буду гашь у меня нет времени у меня есть время вы знаете после того как я послушала девочек у которых трое малолетних детей они как у меня старшему 18 он приезжает два раза в год средний уже 10 и она в принципе тоже не занимает мое свободное время и маленькому всего два месяца да а у некоторых девочек по трое по четверо малолетних детей которые постоянно там погодки или там старшему там 13 15 край они постоянно требуют какого-то внимания и постоянно ходят манкаю да я поняла что я счастливая женщина у меня очень много времени и я могу его распределять так как я хочу меня никто ни в чем не ограничивает поэтому жаловаться на то что у меня нет времени знаете я тут недавно такую вещь поняла когда в доме двое детей ну у меня трое конечно да сейчас но я имею ввиду вот постоянно живу да во первых можно сказать что забот вообще никаких нет вот знаете было бы с чем сравнить вот я сравнила у меня сейчас трое детей дома пусть один старший но тем не менее забот прибавилось в разы это покормить постирать заставить его убрать заставить куда-то сходить а если он этого не делает естественно сделать это самой потому что 18 летнего подростка особенно мальчика который уже не один год живет сам по себе и ему вот этот мамина да мамины требования мамины правила какие-то они его напрягают если так можно сказать а это еще та задачка поэтому когда в доме двое детей это это вообще это все очень просто это в садик в школу все кушать приготовил брался ты свободная счастливая женщина вот я пришла именно к такому выводу потому что на самом деле время есть время есть и она никуда не дается не понимаю почему женщины плачут что двое детей это такая огромная семья что она ничего не успевает не знаю я все успеваю у меня все хорошо мне кажется что у девочек у которых по четверо малолетних детей вот там еще да там можно задуматься это они успевают вязать вы представляете я конечно могу представить весь этот процесс как это все происходит но с трудом и тут мы такие у которых двое детей и что-то там еще говорим да ерунда это все нету у нас завод никаких просто поэтому я думаю что я успею я смогу я хочу это успеть я хочу вам показать свои проекты которые у меня не будут в ликвидации потому что на самом деле у меня очень много планов конечно же первый план это все ликвидировать я реально хочу избавиться от этих недовязов потому что я нашла еще один недовяз который у меня лежит уже ну лет пять наверно он из бобинной пряжи из такой пушистой бобинной пряжи натуральной какой-то он классный но я вообще это бы должно было быть платье но учитывая мой степени размеры естественно это не пять лет назад и я в это платье даже если захочу я в него уже не влезу а связано там оно должно было быть очень длинным а связано там очень много поэтому распускать это я наверно не буду потому что пряжа волосатая и распустить будет сложно но я подумала что я отрежу этот кусок и пусть лежит дальше на грязь я все равно это уже не буду не мой размер а эту пряжу я опущу на что-нибудь стоящее правда еще не знаю на что потому что ее очень много я помню килограмм там даже или полтора то есть такая огромная вот такая вот бобина вот этой вот классной волосатой пряжи но посмотрим посмотрим так на сегодня вроде бы как все из вязальных с таких каких-то событий только вот и сп и мое продвижение по свитеру потому что сейчас я реально ничего не вижу я закончила да я говорила и показывала что я закончила свитер дочки в школу это с темно-синий из пряжи газал baby wool и я очень им довольна дочка очень довольна не жарко не холодно не потеет замечательно прекрасная пряжа не знаю как она будет закатываться потому что это наше первое изделие из этой пряжи но посмотрим но пока что у меня дикое желание купить еще такой пряжи и связать что-то конечно же я не буду покупать нет вы не думаете у меня пряжи достаточно и другой будем ее и связывать я вообще решила что я как можно сильнее буду себя сдерживать чтобы ничего не покупать из пряжи и хотя у меня уже есть некоторые мысли которые которые мне дают покоя потому что для них нужна пряжа которой у меня нет но я и гоню от себя я и гоню потому что я понимаю что если муж узнает о всех моих запасах у него будет кондрат его хватит просто и он вообще мне денег не больше не даст ни на что даже если это будет не пряжа он все равно мне денег не даст поэтому все вывязываем вывязываем еще раз вывязываем надо это носить надо убирать эти пакеты это захламление оно мешает жить и пока начало года и есть такая возможность я думаю что надо это от этого всего просто избавиться чтобы легче дышалось просто-напросто вот так но я очень надеюсь что мы с вами увидимся наверное в пятницу потому что завтра мы идем со средней дочкой к окулисту у нее просто зрение плюс 5 и она говорит что она видит по другому якобы у нее зрение улучшилось и естественно это надо проверить я не знаю возможно ли такое да с плюс 5 перескочить на плюс полтора как ей в школе сказали сомнительные конечно это все цифры но вот мы завтра с утра идем наверное она в школу не придет потому что ее закапают и естественно глаза будут зрачки огромные после всех этих лекарств наверное ребенок будет дома вот ну естественно будет старший дома потому что как как я буду с ним снимать в этой комнате он находится в этой комнате стол компьютер он стримы проводит и так далее он китайским занимается то есть у него такая активная жизнь и в этой активной жизни я как-то вот не могу немного вклиниться у меня она более спокойная хотя я человек такой энергичный достаточно но дома я люблю тишину и покой когда вот он приехал на самом деле у меня просто жизнь так забурлила это беготня суета какая-то что-то ему надо куда-то идти надо игрушки компьютер постоянные разговоры я слышу где-то там за стенкой то есть если я нахожусь в другой комнате я постоянно это все слышу но вы знаете вот все таки отвыкаешь вот он уже второй год живет там и я понимаю что два года он уже живет там я понимаю что я уже отвыкла отвыкла от вот просто взрослых детей дома все таки 10 лет дочка и она дочка это по-другому она совершенно другой человек а сын это совершенно другой человек поэтому немножко отвыкла и конечно же каждый день снимать у меня просто не получится девочки всем привет сегодня у нас пятница это будет мое последнее включение во влоге недельно мне опять мне опять разрешили снимать тут правда сын дома ну пока он занят там какими-то своими делами я сказала что дайте мне хоть чуть-чуть времени чтобы это все снять у нас эта сторона очень солнечная поэтому тут в принципе нет такого времени когда солнце бы не светило прям в упор вот села как смогла чтобы хотя бы меня было видно потому что солнце ну буквально везде так слепит сил нет так я вам хочу показать свое продвижение я за эти два дня вязала только один свитер это свитер из ализе ангора реал 40 плюс вот такая белая ниточка и я его уже практически довязала все то есть у меня на него ушло ровно неделя практически ну я думаю что я его начала в понедельник до понедельника я его точно довяжу мне осталось буквально 15 сантиметров низа и все вот такой получается свитер горло резинкой два на два рукава да реглан ничего особенного вот все очень очень просто единственное мне надо перевязать один рукав резинку так вот этот наверное вот этот вот да потому что знаете я что то то ли подзабыла то ли совсем из головы вылетела что резинку то надо вязать на более мелких спицах чем основное полотно и получается что я этого не делала и у меня вот эти вот резинки видите они какие расхлябанные прям получились но мне это очень не нравится я вот эту перевязала она такая более тугая закрытие эластичная да тут и ворот естественно он такой хороший прям хорошо держит резинку тоже основное полотно у меня вяжется на пятерки а резинки я вязала на три с половиной аж и прекрасно конечно я думаю что он куда постирается оно будет вообще так плотничком но Данил говорит что у них там очень сильные ветра начнутся по весне то есть когда он приедет в конце феврага начале марта причем эти ветра ледяные и я думаю вот это вот горло которое здесь будет связано на три с половиной постиранное оно немножко прям распушится и забьется оно будет как-никак кстати чтобы ветер не продувал больше новостей вязальных у меня никаких нет нечего рассказывать потому что вяжу в очень усиленном темпе вот этот свитер чтобы успеть связать еще одно изделие ему до отъезда поэтому все остальное отложено на второй план и моя кофточка и халата мой и так далее и так далее так из невязальных событий что произошло во первых у нас вчера была годовщина свадьбы с мужем я честно про нее забыла я вспомнила когда меня с утра поздравили родственники а точно годовщина свадьбы ну нормально мужу я тоже об этом напомнила он тоже вспомнил только когда его кто-то там поздравил поэтому мы вчера что мы вчера делали он мне подарил цветы естественно и все никакого застолья у нас не было я это не не люблю не понимаю и вообще я считаю что если ты хочешь отметить какой-то день какое-то событие сделать так чтобы тебе было комфортно съездите куда-нибудь слетайте куда-нибудь сходите что-нибудь просто отдохните но вот эти вот застолья устраивать после них мало того что ты сначала устанешь готовиться а потом устанешь убирать это все поэтому нет это вообще не для меня я по-другому отмечаю праздники не застольем поэтому вчера мы так хорошо отдохнули с мужем отметили так сказать нашу годовщину дети тоже даже вроде бы сильно не достали никого вот что еще да в принципе и все недельный блог на этом я буду наверное заканчивать встретимся на следующей неделе еще будет в понедельник выйдет новое задание по ликвидации будем вязать будем смотреть буду все конечно же показывать но думаю что в ближайшее время все таки я довяжу вот этот свитер его надо постирать естественно примерить отфотографировать и если позволит вне обстановка то есть если я смогу сделать камеру руки в кадре то я хочу снять такой мини обзор по этому свитеру и по свитеру ребенка из газал бэби вулл синего цвета школьный хотя бы просто рассказать как я решила продать весь свой хлопок который у меня есть в наличии внизу я оставлю под видео ссылку на инстаграм на страничку в инстаграме где я его выложила и там и цена и количество все написано если кто-то хочет пожалуйста но сразу предупреждаю оплата 100% плюс оплата почты 100% остатки я верну вам на телефон потому что у меня был случай когда я распродавала свою пряжу я людям поверила я отправила за свои деньги да я отправила почту за свои деньги я понадеялась на их обещание что они мне заплатят за пряжу ни пряжу не оплатили ни почту не оплатили поэтому больше я таких ошибок не делаю если хотите если вам не хватает именно такого цвета именно такой пряжи пожалуйста я только за я все отправлю в ближайшее время но после 100% оплаты самих ниточек и почтовых расходов вот поэтому все будет внизу под видео ну все всем пока пока до новых встреч пока